Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. И сейчас вы увидите один из фебинаров, которые я проводила. Это была большая работа, около 50 онлайн-встреч на очень важные, такие глубокие темы. Возник запрос о том, что здорово было бы сделать некоторые регулярные встречи, на которых мы можем обсуждать важные темы, можем вопросы какие-то обсуждать, где это будет некоторое такое жировое общение. И вот ответом на это было, собственно, кофе с коучем. Это было раз в неделю на регулярной основе. И было порядка 55 встреч, порядка 2000 участников. Каждый раз я готовилась, и каждый раз приходили люди. И категория обычно это от 20 до 55 лет. И это были постоянные слушатели, которые переслушивали это видео. Я знала, что люди из машины присоединяются к вебинарам нашим, до дорожки спортивные тоже присоединяются. Я понимала, ощущала, что это очень важно и ценно. И я в каждом вебинаре в этом постаралась вложить самое ценное, самое главное. То есть вот мы берем какую-то тему, а в принципе там про отношения есть часть вебинаров, есть про успех, про личную эффективность, как планировать лучше, как лучше быть, ну как вообще прийти к некоторой эффективности. Есть очень большой пласт про любовь к себе, про то, как понять себя, как найти собственный путь. И каждый через это видео может найти что-то для себя, что-то вот актуальное, что вас сейчас волнует, допустим, да. Вебинар построен так, что я могла ответить на вопросы, мы могли вместе сделать повреждение какое-то. То есть мы проживали какой-то совместный отрезок пути. Если эта тема отозвалась у вас, тема вебинара, да, то предлагаю вам досмотреть до конца. Я верю, что вы найдете что-то очень полезное в том, что я говорю, то в тех примерах, которые я привожу, и в тех техниках, которые там будут. Ваши вопросы, комментарии, которые будут возникать по походу этого видео, пишите, пожалуйста, под ним, и я с радостью отвечу. Путь к раскрытию женственности, он стартует с простой такой мысли, с простого понимания, что если Господь Бог, да, если вы, Господи, не верите, ну, не знаю, просто биологически, вы вот родились девочкой, да, то зачем-то это нужно, да, то есть значит, есть у вас уже все для того, чтобы быть полноценной девушкой, женщиной потом, да, взрослой женщиной, бабушкой потом. То есть все заложено, да, и в коучинге есть такое понятие, поскольку я психолог и коуч, мне кажется, что оно тут как раз очень-очень подходит, да, что человек, личность, да, похожи мы с вами на желудь, да, представьте себе такой желудь маленький, он такой достаточно маленький, его легко раздавить, он достаточно такой хрупкий, да, это тот, как бы, все наши силы, тот потенциал, который в нас есть. При этом, если его поместить в благоприятную почву, вообще, да, не сильно препятствовать росту его, да, то из него вырастает огромный дуб, да, красивый, огромный, с большой кроной, с большим количеством плодов, да, вот те же самые жены. И вот, собственно говоря, если говорить про женственность нашу, все то же самое на самом деле, да, то есть у нас все есть, и если мы начинаем обращаться к себе, слушать себя, понимать себя, верить себе, понимать, что с нами все нормально, да, то мы как бы внутрь себя уходим, и там находим сокровище. И на самом деле, да, когда мы идем по своему природному пути, по естественному пути, да, то на самом деле тогда мы вот обретаем то ощущение счастья, гармонии, спокойствия, уверенности тотальной такой, понимаете, что я так, кем я являюсь, и со мной все в порядке, я иду туда, куда я иду, да, я знаю, и это правильно, да, и вот такое внутреннее, тотальное спокойствие и вот уверенность, да, и, собственно говоря, это обычно возникает только тогда, когда вы вот реализуете свою вот истинную программу, потому что когда вы переделываетесь, то очень много сил уходит на, собственно говоря, вот это, ну, как правша или хевша, понимаете, ведь можно из хевши сделать правшу, и наоборот, вот, но это долго, сложно, да, и не факт, что он будет так же, вот, успешен в этом, да, то есть ему будет все равно чуть-чуть тяжелее, чем если он природный левша, допустим, да, или правша. Вот, поэтому, собственно говоря, самая главная, вот и первая мысль про то, что у нас уже все есть, мы как вот эта семечка, как жёлудь дуба, просто есть люди, которые позволили этому вырасти, там, а вот они позволили, обстоятельства позволили, понятно, что, в общем-то, да, и не всё зависит от нас, но во взрослом же, когда мы уже вырастаем из семьи, да, вот из родительской, мы можем уже на самом деле поспособствовать самим себе и помочь себе. Вот, и не знаю, может быть, вы видели статью мою про причины отказа от женственности, да, и, собственно говоря, ко мне клиентки приходят регулярно с вопросом с этим, да, то есть они, конечно, вот и не понимают, почему так произошло, что она очень сильная и не может отношения с мужчиной сделать, да, создать, или почему она отторгает собственное тело, или почему она всё время вот и не уверена в себе, при том, что она красивая, допустим, да, у неё всё время конкуренция какая-то в себе. И обычно, на самом деле, можно выделить вот три причины этих, да, и, собственно говоря, если вы сейчас почувствуете, поймёте, подумайте про какую вы больше, да, какая на вас причина, может быть, в вашем детстве, да, повлияла, да, то вам будет понятен путь, что с этим делать, да. Первая причина – это вот родители мальчика хотели, родилась девочка, особенно в период, когда ещё друзей не было, да, то, как бы, родители до последнего и не были в курсе, кто же там родился, да. И у меня куча таких примеров, когда вот ожидание просто, вот отец мальчика хотел, книжку купил по воспитанию сына, у него раз, вторая дочка, третья дочка, да. И девочка, понимаете, всё, что мы делаем в детстве, вот это тоже очень важно понять, что не надо вот осуждать себя, или говорить, ну, почему я так сделала, да. Всё, что мы делаем в детстве, мы делаем из любви к родителям, мы делаем для того, чтобы понравиться, понимаете. И если про вас были какие-то вот ожидания, или что вы какая-то должна быть такая девочка очень сильная, там, и чемпион, я не знаю, там, по плаванию, или суперклассная в арифметике, в математике, да, то мы хотим соответствовать, мы начинаем подламываться, понимаете. Мы начинаем бессознательно культивировать в себе те качества, которые, как бы, желают родители, да, и получаем поощрение, вот, одобрение, а потом нам не очень понятно, почему мы не сильно похожи как-то на девочку, и держимся мы очень активно, и вот конкурентно с мужчинами, да, и походка у нас такая прямо размашистая, да, ну, потому что всё было сделано для этого, да. Вторая причина – это когда было какое-то физическое насилие. В семье сюда же относятся и всякие вот сексуальные, как бы, вещи, на самом деле, они гораздо чаще, чем мы думаем. Вот я, допустим, встречаю это, да, что были какие-то, у кого там вот инцесты, у кого попытки были какие-то, да, там, от дедушки, от отца, там, от дяди, от кого-то там, да, от родственников. Очень часто это вытесняется вообще, люди этого и не помнят, просто не помнят большой кусок собственного детства. Вообще сказать нужно, что если вы не помните большой отрезок вашего детства, это говорит о том, что вам там было плохо. То есть там была какая-то травма, которую сознание не хочет показывать, потому что оно и не уверено, что вы справитесь с этим. Оно просто блокирует, и блокируется воспоминание все. И хорошие они там тоже были, это тоже кусок вашей жизни, вашего детства, но вы его и не помните, потому что, вы знаете, как перемешалось все, а плохое вот и хорошее травма перемешалось с приятными, какими-то радостными впечатлениями детства. Все это запаковалось и в черный ящик так раз, и мы просто не помним себя с трех до семи лет, например. Или там есть люди, которые не помнят себя до третьего класса, пятого, понимаете? То есть если у вас такое есть, это значит, что что-то было такое, что вас травмировало, да, может быть, как бы вообще не было одиночества, брошенности, покинутости, может быть, это ребенок второй родился, вы ощущали конкуренцию. То есть есть нечто такое, что ваше сознание запаковало, оно просто это запечатало. Обычно вытеснение, любое вытеснение, оно берет часть энергии просто, то есть часть энергии, которая могла бы идти на ваше развитие, на ваши какие-то там успехи, на вашу жизнь, да, вообще, ну, вперед куда-то, она повернута назад и удерживает прошлое, да, бы оно как бы там не прорвалось. Поэтому на самом деле с этим, если работать, то потом обычно происходит ощущение, что у вас гораздо больше сил, что вы как будто бы выросли, знаете, как будто бы у вас какая-то вот сила, вот и мощь такая появилась, потому что просто к вам вернулось тот кусок энергии, который был всегда у вас, просто вы им и не могли пользоваться. Однако с этими вещами нужно работать осторожно, лучше со специалистом, конечно, да, потому что надо понять, чего с этим делать. Какие вот эмоциональные травмы? Здесь на самом деле все, что касается, когда вас оставляет мать, смерть одного из родственников, когда вас там вот уезжала ваша мама, да, бывает сильная критика, бывает вас, может быть, вас били, может быть, да, может быть, вас очень обижали, может быть, и не считались с вами вообще, да, то есть, ну, это когда вам плохо или физически, или вот эмоционально. Вы помните, что вам было плохо? Это вот называется вот эмоциональная травма, да. Поэтому это тоже на самом деле влияет на женственность. Каким образом? Когда мне плохо или когда меня обижают, я закрываюсь, я перестаю там быть доброй, мягкой, вот излучать свет, потому что, ну как, я белый и пушистый, а меня растам и, значит, тряпкой по лбу. Конечно, перестанешь быть там вот такой вот белый и пушистый. И люди вырабатывают себе болевые качества. Если я и не могу положиться на вас, я буду полагаться на саму себя, да. И растет такая сила, она, конечно, очень хорошая, вот и позитивная, если ее потом еще перевернуть в женскую силу. Но она бывает такая, что потом вы просто переходите вот из женской, вот такой, да, вот ипостаси в мужскую. Вам нужно стать сильной, победить, вы побеждаете, и потом понимаете, что вы что-то не женщина, а солдат такой, знаете, который же с регалиями, и все время воюете. Да, это вот история второго пункта. И третья причина, почему это происходит, это когда по роду передается этот отказ от женственности. Мы тоже не виноваты в этом, это важно понимать. Это обстоятельства жизни нашего рода, война, когда ушел ковармелец, потери детей, я не знаю, всякие, ну еще всякие такие причины, когда женщина вынуждена была быть сильной, со всех работать, всех поднимать. Она просто, ну у нее так сложилась жизнь. Сейчас уже времена другие, а модель осталась, понимаете. Она передается вашей маме, вы автоматически смотрите на вашу маму, и она может говорить все, что угодно, но вы выкидываете то, какая она есть. И вы просто не знаете, как это быть девочкой, понимаете. Вы не знаете, а что можно просить? У меня многие говорят, что просить это же вот унизительно. Просить это как-то, что же я сама что ли, вот и не могу, да. То есть переворачиваются с ног на голову какие-то вещи. Вот, поэтому, собственно говоря, значит, вот у вас, вот у нас есть у всех три вот этих вещи. Скажите просто, вот вы себя вот обнаружили где-нибудь, если вы какие-то вот отголоски нашли, какой пункт у вас? Боже мой, про все деньги у мужчин. Какой кошмар! Да-да-да, это... Это просила, когда я... Как это? Я сама могу, я тебе еще дам денег, да. Как с этим вообще работать? Смотрите, я сейчас расскажу схему, ну просто для того, чтобы вы понимали курс. Теперь первый пункт. Надо отсоединяться от ожиданий родителей, отсоединения, понимаете, когда вы внутри себя понимаете, что есть ваша мама, ваша бабушка, есть ваша какая-то история, есть то влияние, которое ваши родители вот оказали на вас, а есть вы. И всегда это идет через отсоединение, с благодарностью или просто с отпусканием, да, но вы позволяете себе идти собственным путем, потому что когда... Третий пункт обычно, да, это как бы все вместе, ты как мы, как мне бабушка моя говорила, ты, Танечка, лошадь, как я, мы с ней будут лошадь, вот я такая сильная, всегда там начальник производства, и вот ты такая, я прям вижу в тебя, она мне прямо программу закладывала, понимаете? И очень важно подумать, спасибо, бабушка, я понимаю, ты меня любишь, что это твоя программа, забери, пожалуйста, это твой путь, жили как хочешь, а у меня свой путь девочки, я его предпочитаю, идут по нему, да, то есть это всегда через, как бы идет через вот рассоединение. Сейчас мы с вами сделаем прекрасное диагностическое вот упражнение, оно вам даст понимание, как у вас на самом деле обстоят дела. Очень важно, пожалуйста, первое, что будет возникать, фиксируйте это, потому что голова включается, и потом, да нет, это не так, а может быть так, вот первое, что пришло, то и правда. Первое, значит, пожалуйста, сядьте удобно, вдохните, выдохните, и почувствуйте просто ваше тело, просто почувствуйте ваше тело, и понаблюдайте за тем, как вы пишите, просто как турист, так вы знаете, который вот, которому интересно, как вот легкие, расширяются, просто буквально 2-3, вдоха-выдоха, сейчас мы подготавливаемся, нам нужно почувствовать тело, уйти в тело, чтобы упражнение было правдивым. Можете потянуться, всегда хорошо, это очень помогает, потянитесь, почувствуйте себя, вот вы сидите, и представьте, и представьте, пожалуйста, перед собой два стульчика, ну, прямо поставили перед собой, там, два стульчика, или кресло, два, ну, в общем, поставили каких-то, да, в общем, то, на что можно сесть, и, смотрите, сейчас вот прям первое, что придет, пригласите, пожалуйста, на эти два стульчика, вашу мужскую часть, и вашу женскую часть, прямо представьте, вот два образа, вот прям, что придет вам в голову, да, вот, ваша женская часть, пришла, села, и вот, мужская ваша часть, ваш яненька, да, тоже, пришла, значит, домой, и встала, или села, просто увидите, просто ничего не делайте, просто как они выглядят, в какой они позе, что их лица выражают, как они одеты, как они вообще держат себя, ну, просто, посмотрите сейчас, на это, а теперь, первые цифры, дорогие мои, первые цифры, которые приходят вам в голову, какое процентное соотношение вашей жизни, ваших проявлений, вот этих частей, насколько вам это близка, то есть, насколько вы проявляете женщину, часто, понятно, и насколько мужчина, да, просто процентное соотношение, 80 на 20, 90, это 10, 50 на 50, да, первую цифру пишем женскую, насколько вы проявлены, насколько вот они, в каком соотношении они у вас живут, и первое, то, что возникло, то и правда, понимаете, пока вот мы начинаем там взвешивать, ага, я посчитаю процент, так нет, вот первое возникло, что вот у меня так, значит, вот это у вас так и есть, если у вас все нормально, с женской частью, то вы в шоколаде, на самом деле, понимаете, вы и не очень устаете, вас любят, да, как красиво, вы ощущаете себя как-то, да, то есть там, там проблемы еще какие-то могут быть, да, но вот по-женски обычно все очень, так, в плюсики идет, да, поэтому, собственно говоря, вы, я вам сейчас дала такой вот инструмент, вы можете просто понять, как это у вас сейчас вот устроено, понимаете, довольны вы этим или нет, это как раз вопрос к вам, если вы не очень довольны тем, как это, и вы понимаете, что вообще-то мне хочется быть больше женщиной, да, у меня, например, клиентка есть, у нее там собственный бизнес успешный, она, например, красотка такая, но она вот еще эту часть женская, у нее тоже 80 на 20, то есть 20 причем, это часть женская, 8 это мужская, и когда она входит в эту женскую часть, она говорит, слушайте, ну там совсем мир другой, там другие ощущения, она прям даже вот так начинает колыхаться, понимаете, такая часть обычно мужская, такая конкретная, понятная, пришла, победила. Инга, ну, как бы смотрите, мы же здесь как бы не говорим, это же не вот экзамен, как бы если вам с этим нормально, хорошо, вы вот всем довольны, то отлично, да, но если вы сейчас вот в качестве вот эксперимента войдете в эту женскую часть и посмотрите там как, и какая она, да, просто поизучаете ее, возможно, вы захотите ее усилить, возможно, вы ее и не знаете просто, понимаете, когда для нас какая-то часть, вообще там 5%, 10-20%, да, мы ее и не знаем, понимаете, поэтому мы, так как знаете, мы на северном полюсе живем и не понимаем, что такое вот ананас, например, мы его и, нам он не нужен, ананас, зачем нам у нас, нам и тут хорошо, но когда мы съездили, попробовали, поняли, что это такое, потом мы уже можем выбирать, идти нам в ту сторону или нет, как вот такую юбку, например, объяснить логикой, как бы, в чем ее преимущество, ну не знаю, ну не будет дуть, наверное, там слоев много, наверное, вот и не холодно, но фишка шнифу не в этом, понимаете, ведь фишка в ощущениях, которые вы получаете, когда вы в такой юбке, ну это я так вот образно говорю, да, то есть есть мир логический, а есть вот такой вот эмоциональный, он, вот, ну это как просто, как север и юг, там просто живут разные животные, там просто разная растительность, да, там просто климат, ну это просто, да, разный, понимаете, хорошо, значит, давайте, у нас поскольку с вами тема, как вернуться к женственности, да, у нас же такая тема, то вот мы сейчас повращупали ее, какая она у вас, насколько она у вас выражена, да, и теперь кто хочет к ней возвращаться, вот раскрывать, быть в ней, да, вообще быть с нею, реализовывать то, что, Господь Бог нам, отдал всем, то, собственно говоря, путь, он на самом деле к тому, что вы уходите вовнутрь себя, да, что вы исцеляете те травмы, которые у вас были, вы понимаете себя, вы вот изучаете себя, да, вы ощущаете себя, вы в доверии к своим чувствам, да, и тому, что происходит с вами, тоже как бы очень сложно объяснить на уровне головы, наверное, вот попроще, я вам сейчас дам просто способы, да, и каждый из вас может какой-то для себя такой вот, ну, вот увидеть, да, какой-то такой более подходящий вам, себе взять на вооружение, для простоты энергия женская похожа на Луну, если мужская энергия, это Солнце, вот представьте, что восход Солнца, вот Солнце, да, мы вот ощущаем силу, энергию, радость, какое-то действие, да, вот Солнце, это какой-то вот вектор, да, это что-то, да, вот, не знаю, вот такое Солнце, то когда мы смотрим на Луну, картинка, да, вот что вот рождается, вот когда вы там гуляете, или когда вы смотрите на эту картинку, вот что там рождается, что за состояние в вас рождается, кайф, а по-конкретнее, загадочность, притягательность, вот вам как, да, когда вот Луна, вот эта белая, светит, вот ночь, Она же, вроде бы, и не тёплая, и сильная, да? Умиротвари, таинственность, спокойствие, полная любви, размышления, волшебство. У меня прямо аж пошли, прямо шазноб пошёл от ваших слов. Спокойствие, гармоничность, камерная обстановка, волшебство, пишина, гармония, да? Романтика или вот. Смотрите, у всех что-то такое про таинственность, про волшебство, да? Когда говорят, что в женщине должна быть загадка, да? Это не то, чтобы в ней должна быть загадка, в ней есть загадка автоматически, если она находится в женской вот энергии. Потому что, вот видите, то, что вы, лёгкое возбуждение, загадочное, да? Да, это как раз то, что является женской вот энергией. Мы в этом отдыхаем, да? То есть мы можем управлять и свою вот активность, мужскую энергию. У меня, допустим, солнца очень много, да? Там я человек очень активный, очень вот эффективный. Но отдыхаю я и получаю я свою силу. Это как, знаете, вернуться домой к себе, в женскую энергию, вот в эту. Когда там я сама с собой, когда я, не знаю, в ванной лежу, да? Когда я на что-то смотрю такое, да? То есть когда я возвращаюсь вот в это спокойствие, вот в эту гармонию, вот в эту какую-то таинственность, какую-то, да? Какое-то вот ощущение, что вы вовнутрь поворачиваетесь, да? Вот есть такое, когда вот вы смотрите на Луну, как будто вы вовнутрь уходите, как будто вот вы созерцаете себя через нее, так ведь? Вы же вот и не рассматриваете Луну как-то вот так, да, вот вовне. Вы погружаетесь в какое-то состояние свое такое, да? А солнце это хочется действовать, это вот активность такая, да-да-да. И вот это женское состояние, как раз, понимаете? И вот то, что я вот там, написаны пункты, это то, в принципе, что погружает вас в состояние в это, да, вот таким вот внешним образом. Поэтому если вы сейчас просто вспомните, проанализируйте, какие ваши занятия погружают вас в состояние в это, то это просто можете практиковать и как бы восполнять женственно свою таким путем, да? Это все, что связано с телом, все, что связано с уходом, да? Но с телом не когда вы на вот результат работаете, это солнце, да? Когда вы там мышцы качаете, когда вы конкретно пресс качаете, вот когда у вас есть цель, вы идете это делать. Это солнце, нет. А все, что касается тела, это когда вам вы наслаждаетесь, когда вы закрываете глаза. Я вчера пошла на королевский тайский массаж. Я там уснула, реально, чувствую, как я тёрнулась прям, думаю, заснула. Она меня какими-то, значит, травками, какими-то, знаете, такие в полотняных мешочках, какие-то травки, значит, мне там я бегрею, потом горячим, значит, потела вот этими травками, значит, там, не знаю, что надела, в общем, да, но я просто вот была в таком состоянии, как в мультиках таком просто. То есть всё, что касается тела, да, когда вам просто хорошо, и вы внутрь себя уходите, когда вы перестаёте думать, как я выгляжу, а что там такое, да, йога, да, всё, что касается, да, йоги, да, всё, что касается всяких растяжек, да, когда вы дышите, когда вы внутрь себя уходите, да, то же самое творчество, да, когда вы что-то шьёте, вышиваете, не знаю, там, лепите, готовите, Ну вот и не когда вам надо быстренько вот обед, да, сейчас готовить, а когда вот у меня какой-то рецепт, и вам это интересно, это пахнет корицей, вот вы это режете. То есть это какой-то процесс, понимаете, вы что-то можете делать, но вы будете в этом состоянии. Это женское общение, только когда нет конкуренции. Бывают, не знаю, какие-то переговоры или какие-то женщины четвергозные, которые с мужской энергией, да, сейчас я не вот об этом речь. Речь идет про доверие, когда вы в женском круге, понимаете, когда вы верите, когда вы можете течь, можете просто молчать, можете просто пить вино, можете просто гулять, да. Это то, когда вы просто вот, ну, в соединенности с сами собой, когда вам и не надо что-то доказывать, про себя рассказывать, какая вы прекрасная. Вот это вот все, это все вот от солнца, да. Все, что касается эстетики красоты, когда вы просто в красивом месте гуляете по-красивому папу, или когда, допустим, для меня всегда важен вид. У меня в ресторане, в ресторане важен вид из окна. Мне вот муж говорит, ну, какой черт разница. Я говорю, нет, мне надо куда-то смотреть. Должно быть вкусно, мне надо куда-то смотреть. На какое-то озеро, или на какой-то замок, или, не знаю, на какой-то кустик. То есть это что-то такое, мне всегда это важно, да, то есть тогда я ощущаю, вот, я прям восполняюсь от этого, да. Поэтому красота, вот эстетика, как у вас дома, какие-то вещи красивые, да. То, что вот вы берете в руки, да, не знаю, флакон с духами, он вам нравится, как он выглядит, да, и вот как он пахнет, да. Но это что-то такое, что вот вы прямо вот хоба, да, и вы в луне в этом, да. Дальше все техники связаны с познанием себя. Вот как раз курсы, которые связаны с внутренним ребенком, да, с раскрытием женственности, с йогой. Вот все самопознание, когда вы углубляетесь. Да, дальше, значит, это все, что касается вот атмосферности, да, когда вы хромонизируете пространство, да, покупаете живые цветы, убираетесь, да. Как-то все по полочкам раскладываете, вы тоже в луну вот входите, да. И также очень вот энергия женская проявляется в помощи, в отдавании другим, да. Вот энергия солнца, это вот это не очень понимает, она все благотворительность, если, ну, как бы, если только налогового обложения будет меньше, да. А вот энергия луны, она именно получает от этого. Когда вы отдаете, когда вы делите, когда вы подарки какие-то делаете, да, так вот, с словкусом, да, то тоже вы получаете вот эту вот энергию. Спасибо вам большое за просмотр. Ваши комментарии, вопросы пишите под этим видео, я отвечу. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что вам было полезно. По ссылке под этим видео вы найдете анонс моих мероприятий. У меня все время происходят некие платные и бесплатные мероприятия. Приходите, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok